Добрый день! Меня зовут Павел Панкратев, бренд-менеджер группы компании Полумиагра. Я отвечаю за оборудование по переработке, очистке зерна. На данный момент мы находимся в хозяйстве Минской области. Это Натальевск. Здесь у нас стоит уже два зерносушильных комплекса. То, что сейчас перед нами, это в этом году запущенный комплекс. И более точно сегодня поговорим про определенные его особенности. Данный комплекс обладает всеми машинами и механизмами для сушки как зерна продовольственного, так и семенного материала. От приемки, очистки, сушки и подачи уже на линию. Более точно сейчас хочу рассказать вам и более подробно конкретно про данную сушилку. Отличительной особенностью этой сушилки является теплогенератор с теплообменником. Это позволяет отработанным газам не проходить через слой зерна. Агент чистый. Сушка проходит без проблем. Все отработанные газы выходят в атмосферу. И, естественно, снижается пожароопасность данного комплекса. Плюс зерно не пахнет никакими отработанными газами, если хозяйство работает на дизеле. Данная сушилка обладает комбинированной горелкой, поэтому хозяйство может работать как на газу, так и на дизеле. Все сушилки, выпускаемые Борисовским заводом «Металист», всегда имеют утепление. Обязательно идет утепление горячего канала и утепление самой шахты сушилки. В первую очередь это помогает сэкономить топливо. Потому что не всегда мы сушим в теплую погоду, когда будет сушка кукурузы, будет более холодная погода. И за счет этого утепления происходит более медленное остывание самой шахты, как горячего канала, так и шахты зерна. Все, весь этот утеплитель дальше закрыт уже профнастилом, что придает какую-то определенную эстетику. Клиент может под свои пожелания заказать любую расцветку. Шахты холодного воздуха и шахты горячего воздуха сделаны широкими. Через каждые 3 метра есть площадка обслуживания, чтобы человек мог спокойно открыть люк, залезть, почистить все, что осталось от вентиляторов. С фонарика может просмотреть все каналы воздуха. Если где-то есть некое зависание, он может его убрать, чтобы, естественно, снизить какую-то нагрузку на возникновение пожара. Он поднимается на самый верх, может обслужить все сверху и обратно по шахте горячего воздуха спуститься вниз. Никаких отдельных нигде люков открывать не надо. Мы сейчас находимся на самом верху сушилки. Это надсушильный бункер. Его преимущество в том, что он выполнен большого объема. Когда хозяйство сушит кукурузу, в том году это хозяйство сушило кукурузу с влажностью 36%, происходит очень большая сушка. И если взять сушилки других производителей, у них маленький надбункер, и надо постоянно досыпать зерно. И тогда за счет вот этой лишней влаги происходит увеличение сушки, сроков сушки и ухудшается качество сушки. Поэтому этот бункер позволяет просушить в циклическом режиме всю порцию кукурузы, не досыпая. Также на бункере установлен воздушный очиститель с разбрасывателем, который предварительно убирает какую-то легкую примесь и распределяет уже зерно не просто в одну точку, а по всему бункеру. С учетом, что мы тут находимся на высоте, мы можем вдалеке увидеть аналогичный комплекс, который был построен 3 года тому назад. Это, в принципе, уникальный комплекс. Его уникальность заключается в том, что монтаж, электромонтаж и пусконаладка этого комплекса осуществилось за 10 дней. Мы находимся в помещении, где установлена горелка 2-мегаваттная, комбинированная, газ и дизель. И также в этом помещении установлен сам шкаф и панель оператора, панель управления. Преимуществом является то, что при покупке данного комплекса не пришлось строить никакую операторскую, так как, как видите, я здесь помещаюсь и еще поместится, наверное, человек 5. Как вы видите, все оборудование выполнено из оцинковки. Что сама сушилка, что бункер зава, что транспорт, что приемное отделение. Здесь, кстати, заваленная яма на 30 кубов с изогнутым скребковым транспортером. Я думаю, лет через 10 оно останется в таком же состоянии. В отличие от краски, которую надо каждый год, либо через пару лет подкрашивать, то даже если мы подойдем, посмотрим на комплекс, который был 3 года назад установлен, все будет выглядеть оцинковочкой одинаково. Продолжение следует...